Как ты себя чувствуешь, дорогая? Хорошо, милый, но я ужасно расстроена. Да, это кстати. Дело в том, что я шел как раз, чтобы тебя расстроить и очень боялся. Но раз ты уже расстроена, тем лучше. Увы, Розалинда, меня сажают в тюрьму. В тюрьму? Из-за этого лесничего, которого ты подстрелил? Нет, Розалинда, не из-за лесничего. А за что? За рябчика. Хотя по правде дело здесь не столько в рябчике, сколько в этой старой свинье, прокуроре Амидей, в угодьях, которого я охотился. Ты знаешь, он оказался председателем общества по борьбе с браконьерством. Я предлагал ему любые извинения, любой штраф, но он стоял на том, чтобы я сел. Боже мой, боже мой, зачем, зачем ты только охотился в его владении? Все произошло совершенно случайно. Когда мы с Эммой вышли из поезда, то мы направились с самой кратчайшей дорогой к охотничьему домику. Погоди. С какой Эммой? А кто сказал с Эммой? Ты? А почему это тебя удивляет? Прости, Генрих, меня это больше чем удивляет. А кто такая Эмма? Собака. Собака? Где ты ее взял? Мне ее одолжил, Шульц. И собаку Шульца зовут Эмма? Эмма. Что за фантазия назвать собаку именем жены? Ну что ты хочешь от Шульца? Он вообще фантазер. Ты же знаешь, как он называет свою жену? Киса. А что тут удивительного? Ну, Розалин, да ты меня поражаешь. Назвать жену именем кошки для тебя неудивительно, а назвать собаку именем жены для тебя удивительно. Где логика? Я не понимаю. Ну ладно, дело не в этом. Ну вот, идем мы с собакой. Самой кратчайшей дорогой. Идем, разговариваем. А кто? Кто с кем разговаривает? Ну, естественно, что я с собакой. Не собака же со мной. Ну вот мы идем, идем, идем. Кругом природа, погода. Эмма резвится, как ребенок. Я и не заметил, как мы забрели на территорию этого проклятого прокурора. Вдруг что-то... Прррр! Собака может кричать нечеловеческим голосом «Стреляй, Генрих!» А ты что хочешь, чтобы она закричала человеческим голосом «Стреляй!»? Естественно, нечеловеческим. Она закричала «Хау! Хау! Хау!» У нее хвост, струнку, грудь вот так, лапки вот так, на лице румянец. На чем лице? На моем, естественно, на моем. Ты даже не представляешь. Эмма всегда такая спокойная женщина. Так значит, Эмма все-таки женщина? Да нет, я говорю, Эмма всегда такая спокойная. Женщина с легкостью управится с такой собакой. И вдруг она рвется вперед, как бешеная. Я стреляю из одного ствола, рябчик падает вниз. Я стреляю из другого, грудь чуть ниже. И вверх левается лесничий. Рябчик молчит, лесничий кричит. Все сбегаются. И вот я браконьер. Сегодня суд. Суд удаляется, суд возвращается. Все встают, меня сажают. И вот сегодня в 8 часов вечера за мной приедет тюремная карета. И меня, финансиста, Генриха, Айзенштайна повезут через весь город, как последнего бродягу. Боже мой, боже мой. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, нет. Что говорит адвокат? Адвокат. Он оказался полной бездарностью. Нет. Ничего не поделаешь? Пора собираться. Как? Уже? Генриха, ты что же, не можешь пойти попозже? Тюрьма-то, наверное, работает круглые сутки. Нет, я дал слово суде, что сегодня вечером буду ровно в 8. Дорогой мой, я не представляю, как ты там будешь жить. Ты ведь не знаешь, какое там может быть общество. Общество? Какой-нибудь взброд, с которым интеллигентному человеку нельзя будет поговорить. Господи, пошли, чтобы за это время посадили как можно больше порядочных людей. Чтобы тебе не было там скучно.